Я очень рад приветствовать каждого из вас, тех, кто присоединился к нам сейчас в прямом эфире, наших братьев и сестер Слевобережного собрания, с других мест. Очень и очень рад всех вас в это воскресное утро приветствовать. Вы знаете, сегодня особенный день. Сегодня день матери. Это означает, что в этот день внимание людей сосредоточено больше на мамах, на материнстве, на этом уникальном, удивительном даре от Бога, который Бог дал человечеству. И знаете, каждый из нас пришел в этот мир одним путем. Там было чудо. Там было чудо сверхъестественное. Потому что среди миллионов, миллионов один вырвался, и он соединился с материнской яйцеклеткой. И там произошла жизнь, зачатие и жизнь. Поэтому сам факт того, что ты такой есть, вот такой уникальный, удивительный, вот такой какой ты есть, уже в этом есть Божие творение и Божие чудо и Божия рука. Но я хотел бы сказать, друзья, что в этот день я хочу говорить о материнстве. Я хочу говорить о том, насколько ценно то, что вы делаете. И мои размышления, рассуждения и некоторые принципы, которые я набросал здесь, с которыми хотел бы поделиться с вами, они посвящены именно вам, мамам, нашим сестрам, нашим благословенным, благословенным труженикам, которые рожают детей, которые воспитывают детей, передают себя, вкладывают, мечтают, молятся, отпускают в жизнь. И до последнего дыхания знают, что они являются мамами. Даже когда дети уже взрослые, совершенно взрослые. Знаете, эту историю, когда один из министров по телефону говорит, да-да, я понял, понял, хорошо, хорошо. Ну все, да-да-да, позавтракал, мама, все, у меня совещание. Положил трубку. То есть это бывает иногда, знаете, или другой поднимается утром и так лениво говорит, «Ну не хочу, ну не хочу я вставать, меня там не любят, там так трудно, мне все надо, ну так не хочу, все что-то мне надо делать». А мама его толкает, вставай, 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 вставай. Потом она говорит, слушай, сегодня же воскресенье, тебе нужно идти в церковь, ты же пастыр церкви, вставай! И знаете, то есть, ну, к сожалению, так бывает иногда, это какие-то такие вот крайности, но я хочу сказать, что есть очень много добрых моментов, правильных моментов, и мы бы не были бы теми, кем мы есть, если бы не дар материнства. Друзья, ну я хотел бы говорить, знаете, вот о чем, что и материнство тоже имеет временный сезон, там, где мы активно участвуем, и роль родителей, отца и мамы, они имеют определенный временной промежуток, и после этого они переходят в другую фазу, в другую стадию, и мы молимся о наших детях, благословляем их, и уже становимся друзьями с нашими взрослыми выросшими детьми. Мне очень приятно было слышать, как Григорий сегодня говорил, и он говорил, я родился в христианском доме, и я вырос в христианской семье. Я помню, когда он был совсем маленьким, и мама, и папа принесли его, он только что родился на руках, маленькую крошку, сегодня он стоит перед нами, сегодня он служит Господу, сегодня папа и мама вложили в него любовь к Богу, любовь к церкви, любовь к людям, любовь к Слову Божьему, и отпустили его. И он самостоятельно идет по жизни, советуясь с папой и мамой, уважая и почитая их. Но я хочу сказать, друзья, что история, к сожалению, она полна таких болезненных фактов. Почему болезненных? Потому что это отражается потом и в будущем, когда теряли целое поколение для Иисуса. Когда родители, они воспитывали детей как могли. Нередко я слышу, ну, как получалось, пастырь, мне и работать нужно было, и семью содержать нужно было, и ты знаешь, состояние здоровья у меня не лучшее. Ну, как получалось? А что уж такого? Ну, мы не баловали наших детей. Ну, как получалось? Ну, знаете, как получалось, это одно. А другое, когда они смогли передать самое важное, когда они смогли вложить Бога в человека, когда вы выпускаете из вашего дома, и то, что вы произвели ему 14, 15, 17, 20 лет, он выходит, а вы стоите, и вы не уверены вообще, потому что у него как-то ценности сложились по-другому. Я хочу поговорить немного с вами о том, как сократить дистанцию между поколениями. Вы знаете, исторически всегда между старшим и младшим поколениями была дистанция. Старшие говорили, да они вообще думают не так, да посмотрите на нашу молодежь, ну, посмотрите на то, каковы они. Мы в ваши годы, а молодые смотрели, ну, старички наши или, ну, родители наши. Но, знаете, в Библии мы видим удивительные примеры соединения отцов и сыновей, матерей и дочерей, соединение поколений. Это называется синергия, когда два поколения или даже через поколение, три поколения работают вместе. Когда бабушка, когда сын или дочь, и когда внуки в единстве склоняются пред Богом, поют одну песню в доме, когда они вместе Бога славят или садятся вместе и говорят, вот мы получили зарплату, у них одна касса, они каким-то образом могут все мудро распределить и говорят, что я, вот эту часть мы отдаем Богу. И дети потом выходят, и они отдают Богу, потому что они видели это в доме, они видели это у родителей, они привыкли к этому, они научились этому. Есть что-то удивительное, если мы, мое поколение, старше меня поколение, или даже чуть младше меня, те, кто, может быть, 40 лет сейчас, если мы обратим внимание на самое важное, на то, что нужно успеть, пока наши дети дома, передать самое важное, это Бога, любовь к Богу, любовь к Слову и любовь к Церкви нашим детям. Друзья, я хочу сегодня прочесть несколько текстов из Писания. Первый из них, 77-й Псалом, и мы будем читать из 4-го стиха, и потом еще один стих, 7-й стих. Послушайте, что здесь написано. Здесь сказано так, Псалом 77, «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Немного пропустим, 7-й стих. «Возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Давайте посмотрим еще 70-й Псалом. В 70-м Псалме, 18-м стихе написано так, «И до старости, и до седины, не остав меня Божия, доколе не возвещу силы Твоей, роду сему, и всем грядущим могущества Твоего». Такое чувство, что автор говорит, что я уже старею, и мои годы уходят, у меня нет уже той энергии, у меня нет уже того вдохновения, может быть, которое было в юности, нет того здоровья, но я прошу Тебя, Господи, дай мне еще пожить, дай мне еще какое-то время, дай мне еще, дай мне еще что-то сделать, что я должен сделать. Я не завершил еще». И он говорит, самое важное, что «позволь мне возвестить силы Твоей, силу Твою, роду сему, и всем грядущим могущества Твоего». Видите, что он выделил? Уже совсем, уже немолодой человек, он выделяет силу Божию, могущество, и он говорит, мне нужно передать это, мне нужно завершить мою жизненную дорогу тем, что я передам эту силу и могущество, которые я знаю, я знаю Тебя, мой Бог, я передам это будущему поколению. Давайте еще раз наведем резкость на эти два стиха 77-го Псалма. В 4-м стихе здесь есть несколько слов, которые нам нужно увидеть еще раз. Здесь написано, «Не скроем от детей, возвещая роду грядущему, что? Славу Господа, силу Его и чудеса Его, которую Он сотворил. Три вещи. Славу Господа, силу и чудеса». И это все вместе, объединив, мы можем назвать одним таким простым для нас пониманием. Это же ведь присутствие Божие. Там, где Бог, там Его слава. Там, где Бог, там Его сила. Там, где Бог, там Его могущество. То есть, другими словами, здесь автор говорит, «Я не могу скрыть, у моей жизни есть что-то очень важное». Может быть, это был очень успешный человек, который написал эти слова. И, может быть, у него там и капитал наработал, и имя наработал, и отношения с людьми у него было. И вообще, ну, в жизни столько всего сделал. И богатство, наверное, какое-то накопил за годы жизни своей. И все это, он говорит, это все вторично, это все не важно, что-то важное. Я хочу передать моим детям. Я хочу передать им, что важнее всего, это присутствие Божие, Его сила, Его слава, и Его могущество. Присутствие Божие важнее всего. И потом, в седьмом стихе, он говорит, «Знаете, чему я хочу научить детей своих? Я хочу, чтобы они научились возлагать надежду свою на Бога». А вы знаете, сколько раз в жизни бывают ситуации прям отчаянной ситуации. Прямо там бабах, трак, бах, авария, отчаянная ситуация. Человек потерян. Он не знает, что делать. Он за волосы хватается. Он просто, он просто бегает в суете. И знаете что? И вот эта паника, она не коснется тебя, если ты будешь научен возлагать надежду свою на Бога. Не забывай дел Божьи. Когда мы забываем, когда мы успешны, когда у нас много всего, когда уже кажется, что Бог и не нужен у меня, все и без Бога хорошо, все налажено, все устроено, мы забываем дела Божьи и хранить заповеди Его. То есть стоять в этих рамках, которые необходимы для того, чтобы исполнить волю Божию. Друзья, я хочу вместе с вами посмотреть на одну историю. Я очень кратенько расскажу вам о ней. Я думаю, что если вы были там месяц-два назад в нашей церкви, я проповедовал с другой стороны об этой истории. Это вторая книга царств. Там идет речь о том, когда Давид воцарился, то самое первое действие, которое он сделал, он принес, принес или захотел возвратить, принести к себе в свой дворец Божий ковчег. Божий ковчег – это присутствие Божие. Божий ковчег, он выглядел как ящик, покрытый медью, на крышке было два херувима, такие ангелы с крыльями, внутри ковчега находились некоторые предметы, но Божий ковчег, сам Бог сказал, я буду жить и обитать здесь, вот между этими двумя херувимами. Божий ковчег – это место, где был Бог. И человек, приближаясь к ковчегу, вообще он был в такой палатке, специально, он там стоял в одном из отделений, называлось «Святой из святых», специально сделанной палатке для этого ковчега. И люди не могли, и там была такая завеса, как штора, они не могли просто так приблизиться туда, они должны были очиститься, осветиться, это как, знаете, как на аудиенцию к Богу. Ты не можешь просто так влететь, зайти, «А, Бог, привет!» Какое-то понебрасство. Нет, 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 это Бог, это Бог, хотя Он Отец, хотя Дух Святой с нами всегда. Но вот этот момент почтения и правильного состояния был очень важным. И люди приходили, их интересовало одно, что думает Бог об этом, а где Бог в моей ситуации? Если я заболел, где Бог в этой ситуации? Я хочу быть исцеленным. Если у меня что-то, что-то произошло, где Бог? Если мне нужно выбрать профессию в жизни, где Бог? Что Он думает об этом? Если мне нужно переехать куда-то, нужно ли мне переезжать, или не нужно? Или это моя похоть? Или это какая-то мысль, которая просто во мне сверлит, 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 поселилась, и я уже просто размечтался, что буду жить где-то в других местах, и все у меня будет хорошо. Может, здесь вообще, во всем этом проекте, нету Бога? Где Бог? Люди приближались к Богу. Давид пошел взять ковчег. А что было с ковчегом? Где был ковчег? Вы помните, когда они шли по пустыне, ковчег был в этой палатке, вот в этой скине собрания. А когда они пришли уже в эту землю, где Бог дал им города, и где они все расселились, и стали жить, как обычные люди, то ковчег Божий остался в доме у человека по имени Аминадав. У него были сыновья, у него был Оза, у него был Ахио, другой сын, и 20 лет этот ковчег был в этом доме. И вы не найдете нигде в Библии, чтобы каким-то образом этот дом изменился, или ковчег Божий, присутствие Божие, повлияло на эту семью. И вот где красная кнопка, и вот где трагедия происходит сегодня, в наших церквях. К сожалению, у нас есть такие случаи, когда человек приходит в церковь, и он долгое время в церкви, но он не меняется. Он внешне немножко улучшился. Он стал добрее, мягче. Он как-то стал задумываться. Но в сути он не изменился. Как будто что-то не произошло. Жизнь Христова как будто не опустилась внутрь этого человека. И знаете, интересно, что это не только с нами происходит. Это не только в 21 веке. Это было и в 1 веке. Помните, Иоанн говорит, они отошли от нас. Почему? Они не были наши. Как это не были наши? Это в Библии написано. Как это не были наши? Они же пришли в церковь. Но они не были наши. То есть жизнь Христова в них не проявилась. Апостол Павел пишет, только чтобы благодать Божия не напрасно, не тщетно была принята вами, подождите. То есть благодать Божия может быть принята мной и быть напрасно принята. Да. Точно так же, как водное крещение. Если ты не родился свыше, ты сделал вот это действие. Почему? Потому что, ну, как-то, ну, хотел, думал, что, ну, это какой-то, может быть, шаг, чтобы спастись. Ну, как каких-то, может быть, внутренних сомнений было. Но потом решился, сделал. Но ты не родился свыше, у тебя нет жизни внутри. То фактически тебя сделали просто мокрым. И все. И ты таким же самым остался после этого. Продолжай искать Бога. Продолжай искать Его от всего сердца. И ты обязательно переживешь. Я верю в это. Эту жизнь, которая просто, ее нельзя спрятать. Она просто приходит к человеку. И она просто меняет человека. Вернемся к нашему ковчегу. 20 лет этот ковчег в доме Аминадава. Никаких перемен. Вы знаете, приходит Давид, забирает этот ковчег, везет его. Один из сыновей Аминадава касается эту святыню. Это же святыня Божия. Это же присутствие Божие. Присутствие Божие в доме 20 лет было. Бог жил в доме 20 лет. И ничего не произошло. Как так? Как так может быть? Может. Потому что Бог никого не насилует. Ты можешь так же в жизни своей Бога где-то в какую-то комнату закрыть. На ключ. Там будешь. Я в церковь приду, все нормально. А я дома тут. А на работе-то я с волками жить, по волчьи выйти-то. На работе-то я. Я на работе такое же самое. А как мне работать-то? А как мне поступать? И Бог может быть где-то вот маленькое место в жизни. В доме Аминадава был ковчег. Никаких перемен. И после того, когда ковчег наклонился, когда волы везли его, и он заприкоснулся и упал мертвым, после этого Давид помещает ковчег вообще в другом месте. Даже не у евреев. Нельзя было святыню Божьей присутствия дать язычникам. Вообще нельзя. Это как кощунство выглядело. Но Давид настолько испугался, что он остановился и передал ковчег в Гефе одному человеку. Его имя Авидар. Три месяца был ковчег в доме Авидара. Три месяца. Всего. Через три месяца, когда забрали ковчег, вся семья во главе с Авидаром, 68 только мужчин, 8 детей было, внуков много, 68, все семейство. Оно сказало, мы пойдем с ковчегом в Иерусалим. Присутствие Божие за эти три месяца так сильно изменило нас, что мы не хотим больше жить пресней жизнью. Мы даже не ожидали, какое благословение пришло с ковчегом. Как сильно Бог благословил нас. И вы можете читать потом в Библии, что они служили при храме все семейство Авидара, 68 мужчин сильных и крепких. О чем я говорю? Я говорю о славе Божьей, о присутствии Божьем и о том, чтобы это присутствие не оказалось просто напрасным в нашей жизни. Знаете, есть такое слово, которое описывает эту проблему. Это слово, обыденное слово, но оно очень точно описывает. Привычка. Да мы привыкли, мы привыкли и все. Ну, Бог же действует, Бог же помогает, но мы привыкли. Ну, и знаете, не горит ничего, не касается ничего. Нет этого драйва, этой первой любви. И когда мы детям говорим о Боге, с усталостью, с потухшими глазами, да, свинок, надо читать Библию, да, конечно, ну это же Библия, свинок, ну да, ну надо, надо. Но когда мы говорим о чем-то, что нас зажигает, об охоте, мужчины говорят, о рыбалке, говорят, какую рыбу поймал, я, ты знаешь, как я такую рыбу поймал, вот так вот, такую рыбу поймал. И он так говорит, у него такие глаза прямо горят. И мальчишка смотрит, и он понимает, о, где мой папа весь. А когда говорит о Боге, ну да, Бог, это важно, конечно, это Бог, да, да. Друзья, я сам себе так же проповедую, потому что на самом деле Господь смотрит на наши сердца. И когда мы привыкаем благодать Божия, очень часто она как напрасно приходит в нашу жизнь или проходит через нас. И я хочу дать вам несколько принципов из жизни одной семьи. Это несовершенная семья. И я скажу три слова о несовершенстве. И четвертое слово, которое вдохновит нас. У них несовершенная судьба была, у этих людей. И у них было также воспитание не лучшее, несовершенное. И ребенок, продукт их воспитания тоже не был идеальным. Далеко до совершенства. Несовершенная судьба с ошибками, с серьезными. Несовершенное воспитание, несовершенные дети. И на вот эти три несовершенства приходит Бог, который совершенный и берет. И вот эти несовершенства своим совершенством и благодатью восполняет. И делает что-то необыкновенное, что имеет большое значение и что в действительности удивительно, благословляя судьбу этого молодого парнишки. Я буду говорить о Тимофее. Тимофей. Вообще, Тимофею было в Библии посвящено три книги. Книга «Послание к Ефесянам», первое и второе «Послание к Тимофею». Кто такой Тимофей? Кто такой Тимофей? Вы знаете, что апостол Павел, он мог хвалиться своей биографией. Апостол Павел мог говорить, «Я получил воспитание у ног Гамалиила». Это значит, лучший учителя того времени, лучший учитель, он вложил свои знания в меня. А Тимофей что мог сказать? А Тимофей жил за полторы тысячи километров от Иерусалима. Жил в маленьком городке, мы бы сказали сегодня, просто село какое-то, просто далекое-далекое село. В этом селе даже не было синагоги. У него мама была еврейка, у него бабушка была еврейка. Евреи имели свой закон, имели свой порядок, имели свою систему воспитания, имели свою традицию, которая передавалась и была очень сильной, сегодня самое сильное воспитание у христианских и еврейских семьях. И мама, которую звали Лаида, воспитывала дочь. Мы не знаем, был ли папа, жил ли с ними папа или нет, Библия умалчивает, но бабушка, когда уже мы наводим резкость на Тимофея, появляется Тимофей, то Лаида уже бабушка. Но когда она была еще молодой женщиной, у нее была девочка. Евника дала имя, она этой девочке. И воспитывала ее во всех традициях. Прививала веру ей, говорила ей о Боге. Но синагоги не было, не было куда повезти, языческий город. И добраться до Иерусалима было невозможно. Полторы тысячи километров не было самолетов, машин тогда. Такие расстояния мало кто проделывал. И я представляю себе, как мама воспитывала свою дочь и мечтала, что однажды она выйдет замуж за человека, который будет верующим, настоящим христианином. Может быть, он заберет ее, и вместе с ней они переедут, перейдут там, переедут на остры, как в Иерусалим, и будут служить Богу. И так все хорошо получится. Но когда она была молодой, в молодом возрасте, она встретила другого парня. А парень этот вообще был очень далек от всякой веры, от религии всякой. Он был греком. Причем, видимо, как человек очень известный в городе, потому что о нем сказано там такие слова, которые дают нам понимание, что его знали в будущем, впоследствии. И он предложил ей свое сердце. И она вышла замуж за него. Значит, что делали евреи в таком случае? Они собирались с той маленькой группкой, которая есть, но рядышком была другая деревня или другой городишко, там было побольше иудеев. Они обычно собирались вместе и брали пустой гроб и приходили к дому, где жила эта девушка, которая вышла замуж за язычника. И нередко могли прямо плюнуть в лицо и смотрели отцу в глаза и говорили, что ты сделал? Что ты сделал? Она мертвая теперь для нас. Представьте себе, может, там не было отца, может, была мама. Представьте себе этот позор и эту боль, которую пережила Лаида. Моя дочь не послушала меня. Она сделала, что захотела. Вы знаете, на этом этапе очень часто родители разрывают отношения со своими детьми. Время от времени я консультирую родителей и я говорю им, не разрывайте отношения. Да, они идут своим путем, не разрывайте отношения. Помните Иону? И он тоже пошел своим путем. И казалось, Бог как будто бы не видит ничего. Он вообще отплыл в другую сторону. Бог говорит, иди туда, а он поплыл в другую сторону. Спит себе там на дне корабля. Но это не конец. Бог даст время сделать ошибку. Бог даст время пройти своим путем, своей волей. И в этой ошибке Бог не бросает нас. И в этой ошибке Бог слышит молитвы. И в этой ошибке Бог продолжает работать, уже исходя из этого решения, которое было принято. И в этой ошибке Бог помогает. И он там пытается вывести из тупиков. И так и произошло. И вот первый принцип, который я хочу сказать, это называется не разрывайте отношения с вашими детьми. Не горячитесь. Вы знаете, я вырос в церкви, где очень радикально относились к греху. Я до сегодняшнего дня очень благодарен Богу, что именно в такой церкви я рос. И для нас вот этот девиз у меня с детства был «Лучше умри, но не согреши». И я с таким подходом смотрю на всех людей. Но мне часто нужно напоминать себе, подожди, они выросли в других обстоятельствах. Подожди, я не могу свои принципы навязать им. Особенно, когда мы говорим о молодежи. Молодежь хочет что-то делать, молодежь прорывается куда-то. И если они делают ошибку, если они идут своим путем, вот по моему, вот тому еще воспитанию, мне так нормально было бы сказать, это грех, до свидания. Как покаешься, приходи. Но вот отец, отец блудного сына, вот в этой притче, отец отделил ему имение, отделил ему имение, и отпустил своего блудного сына, а сердце мягкое, а сердце любящее. Он не стал даже уговаривать, хочешь, сынок, иди. Это же ведь Иисус рассказал эту притчу. И отец смог принять его, когда он возвращался, потому что в сердце у него была любовь, и он ждал, и он любил. Ну, посмотрим, что было дальше. Когда она вышла замуж, у них родился мальчик, и ей пришлось воспитывать своего сына. Знаете, очень сложно, когда папа в одном, мама в другом. А как воспитать дитя? Дети очень тонкие психологи, они между родителями моментально улавливают, с папой нужно так, с мамой нужно так. Трагедия, воспитание в этом и состоит, что и папа, и мама, они не дошли к пониманию, к согласию, к единству. И кажется, можно ли воспитать в такой семье? Можно. С Богом можно. Даже в такой семье. Знаете, почему? Потому что семя Божие, семя благодати Божией, жизнь Христова, она сильнее всего другого. Слово, которое вы говорите, говорите с любовью. Вера, которую вы смотрите в глаза вашему ребенку, забота, материнская рука, которая обнимает и молитву произносит, когда из дома идет ребенок. Утро, когда встает ребенок, и что-то не получается, все идет кувырком, и все, и там, и посуда не мыта, и то не успевает, то не сделает. И мама с такой любовью, и нежностью, с терпением, она Бога, Царство Божие пытается здесь, в доме навести порядок. Она не унижает папу, даже когда папа не прав. У нее есть мудрость, как его все-таки не унизим, но влияние Царства Божьего дать своим детям. Вот несовершенная такая семья. Папа грек, вообще не интересует вся эта религиозная штучка, все эти ваши там молитвы, все прочее. А мама, а мама, она со своей мамой соединились, и вместе они дают веру этому мальчишке. Смотрите, в Библии очень ясно написано о том, что вера, которая обитала в твоей бабке, то есть это означает, что вера передалась из поколения к следующему поколению. Друзья, и вот второй принцип. Второй принцип состоит в том, что мы показываем свой личный пример своим детям. ни слова, 90% воспитания не в словах. Наши дети слушают слова, но повторяют нашу линию поведения. Они знают, что мы скажем, они знают, что мы думаем, они наши дети, но они поступают так же, как поступали мы. И здесь очень, очень важно видеть этот момент. Третий принцип, о котором я хочу сказать, это корни и крылья. В притчах написано о том, 22 глава, 6 стих. Там сказано, чтобы мы наставили юношу при начале пути его, и когда он состарится, он не уклонится. Там есть две мысли. Слово «настав» содержит в себе понятие «ограничь, сузь его дорогу», посвяти его и ограничь. Поэтому, когда родители приносят своих деток, и мы молимся, когда они только родились, и может месяц, два, три, они этим говорят, «я посвящаю свое дитя тебе, Господи». А после этого, настав, предполагает, что вы не просто разово сделали действие, и все, что дитя растет там, а вы сужаете его путь, вы ограничиваете. Вы говорите, это нехорошо. В некоторых семьях постоянно фоном телевизор звучит. Я очень редко бываю так, чтобы я просто пришел в семью. Обычно, если я прихожу, то телевизор выключен, но я чувствую и понимаю, в некоторых семьях это как нормально. Садитесь в автомобиль, радио звучит целыми днями. Вы знаете, у меня тоже музыка звучит в моей машине, только христианской. И у меня нет фона нехристианского. И мои дети пропитаны Словом Божиим. А когда наши девочки были маленькие, я вечером им пытался историю какую-то рассказать про Давида, про то, как он мальчишкой с Голиафом воевал, пытался играть с ними, про Иосифа, про Моисея. Не сказки какие-то про домового. И живет Иванушка, дурачок, на печи. И потом, не знаем, как сверхъестественным образом, ба-бах, он стал царевичем. И все. Вот, понимаете, сказки. И мысль какая. Мы потом говорим, наши дети лентяи такие. Мы в ваши годы работали, вы не работаете. Подождите, как вы их воспитываете? А вкладываете ли вы в них трудолюбие? Рассказываете ли вы им истории из Библии, чтобы они были живыми историями? Они, что там читать надо? Опять про Давида. Папа, спать пора. В некоторых семьях это, знаете, так, как такая тягомотина. Обязаловка, нужно прочитать. Конечно, когда они подрастают, они думают, никогда не буду читать Библию. Вообще, зачем мне это все нужно? В церкви, когда я состарюсь, может быть, когда-нибудь. Ну, Бог может и есть, но помолюсь, если трудно будет. вера папы, мама, это не моя вера. Друзья, но насколько важно, насколько важно, не просто словами говорить, но личным примером показывать. Итак, корни и крылья. Вот в этом стихе, настав юношу, в начале пути его, там есть еще вторая мысль, пути его. И вот здесь я очень кратенько хочу сказать о том, что моя дочь, младшая дочь, наша дочь с Наденькой, младшая, Авигея, она шла путем, чтобы повторить мой путь. Она хотела быть врачом, потому что я в свои годы тоже хотел быть врачом. Но потом, спустя некоторое время, она обнаружила, что на самом деле это не ее, не ее желание. Это желание, которое просто привито от сильной любви, от того, чтобы исполнить то, что папа не смог сделать. И когда она стала подрастать, она увидела, что она, оказывается, другая. У нее, у нее как-то по-другому сложился внутренний мир, сложился внутренний мир. И у нас состоялся однажды разговор. И я сказал, конечно, пожалуйста, будь свободна. Ты не обязана делать то, что ты, ну, что ты делала раньше в этом плане. Ты можешь идти своим путем. И мы до сегодняшнего дня молимся, чтобы Господь открыл и благословил ее судьбу и старшей, и младшей, их судьбу, чтобы показал ее, ее путь. Это крылья. Крылья. Знаете, противоположность крыльям, есть обрезанные крылья. Знаете, как обрезаются крылья в семьях? Когда папа говорит, я тебя родил для себя, никуда не пойдешь, никуда не поедешь. Когда дети становятся идолами, когда им потихоньку начинают поклоняться. И дети это кормилицы, а я как пенсию буду проживать, а ты куда поедешь? И родители, на самом деле, любят для себя идольская любовь. Вы дали корни, вы дали любовь к Богу, привели в церковь, но обрезали крылья. Представляете, эту картину? Апостол Павел пришел в эту деревню, и в этой деревне его побили камнями за пропыть Евангелие. Через три года, ну, он не умер, он как-то выжил, он снова пришел в эту деревню, и снова Евника с Тимофеем пришли послушать апостола Павла. И я представляю себе, как они подошли, а Тимофейчик совсем молодой, ему лет 16-17, может быть, и Павел говорит, отдай мне его, отдай мне его, я его с собой заберу. Представьте себе, как ты заберешь его? Это мой молодой сын, как ты заберешь? А пенсия как? А старость как? Мы его растили, вообще он слабенький очень, он больной, мальчик, у него желудок постоянно болит, его надо лечить, кормить, у него диета специальная, куда ты его заберешь? Но они так не сказали. Я представляю, как все близкие, все близкие друзья говорили, ты что делаешь? Кому ты отдаешь? Апостолу Павлу, посмотри, его тут 3 года назад чуть не убили, его в соседней деревне кого-то там исцелит, воскресит, его точно убьют эти иудеи? Посмотри, и твоего убьют, пацан же совсем, куда ты отдаешь? Посмотри на него. Но она сказала, пусть идет, пусть идет, это крылья. Друзья, друзья, и четвертый принцип в том, как воспитывать, состоит из того, что мы воспитываем, используя две противоположности, так сказать, две руки. Называется принцип двух рук. Это когда вы любите и дисциплинируете, когда вы поощряете и когда вы лишаете поощрения, когда вы хвалите и когда вы даете серьезную оценку и говорите, а над этим надо поработать. Есть четыре принципа или четыре подхода воспитания, когда много любви и мало дисциплины. Называется либеральный подход, неправильный подход. Когда мало любви, мало дисциплины, папа, мама заняты своими делами, не до ребенка, лишь бы там был сыт, что-нибудь включить ему, пусть там сидит. Много других дел. Тоже неправильный подход. Третий, авторитарный, когда папа приходит или мама говорит, я сказал, когда мало любви, много дисциплины, мое слово закон и все. Пока маленькие получаются. Когда вырастают, они наоборот ищут другого пути, как обойти это. Тоже неправильный. И четвертый, единственно правильный подход воспитания называется авторитетный. когда много любви и много дисциплины. Много любви и много дисциплины. Когда они слышат слово нет и понимают. Когда они знают, что они любимы, они приняты, они нужны, они возлюблены. И у них нет никакого отвержения. Они по-настоящему знают, что они любимы. Это единственно библейский стиль воспитания, когда родители являются авторитетом для своих детей. Итак, друзья, несовершенная судьба с ошибками, несовершенное воспитание, несовершенные дети. Тимофеичек был не только больной желудком. Апостол ему пишет, ты убегай юношеских похотей. Он был подвержен всем искушениям молодости, смотрел на противоположный пол, ему нравилось. Он как раз только в рассвет входил, и все, он был обычным парнем, вообще нормальным, все нормально. И вдруг, мы читаем в Библии, что апостол Павел отправляет его в Ефес. Вы знаете, Ефес это очень распутный город, где на каждом углу эти жрицы, проститутки, где эти храмовые все эти культовые действия. Кажется, Павел, что ты делаешь, какую-то ошибку делаешь, ты отправляешь этого молодого парня туда, а кого-нибудь другого отправил, но не Тимофея же. Вы знаете, Тимофей вошел в историю как пастор самой большой церкви первого века, как один из благословеннейших мужей Божьих. А читая о нем, мы читаем такие слова, как Павел говорит, возлюбленный сын мой, а потом говорит, сотрудник мой, потом говорит, верный служитель мой, потом говорит, я его отправил в Фессалоники, и он пришел, и он сделал все. Потом пишет, что, пожалуйста, не пренебрегайте юностью его. Почему? Он выглядел как парнишечка, как пацан совсем. Он говорит, вы не пренебрегайте юностью его. Тимофей был благословенным человеком. Несовершенная жизнь наша, совершенный Бог, и он сделает невероятное чудо и благослови. Давайте встанем. Отец Небесный, мы приходим к тебе сейчас в этой молитве. Боже, мы приносим тебе наших детей. Господи, мы молимся, Иисус, о том, чтобы ты пришел в наше несовершенство. Мы просим тебя, чтобы ты пришел, Господи, в наши семьи. Мы просим тебя, чтобы ты пришел к мамам, которые воспитывают своих детей. Боже, с такими трудами, иногда они и папы, и мамы, Господи. Мы просим тебя, чтобы ты в наши несовершенные судьбы дал Твою благодать и Твое совершенство, Господь. Я молюсь о том, Боже, чтобы ты коснулся каждого человека, чтобы, Иисус, Твое ободрение и вдохновение пришло в нашу жизнь. Мы знаем, что когда ты приходишь, то ты наши минусы перечеркиваешь, и получаются плюсы, Господь. И мы тогда можем знать, что такое присутствие Твое, насколько это важно. И присутствие Твое не будет для нас просто напрасным. Мы передадим, Господь, те чудеса, мы передадим то могущество и славу, которые мы переживали с Тобой, передадим нашим детям, Господи. И даже если мы что-то не сделали, и даже если мы сделали ошибки, и даже если мы так несовершенны, Господь, в наших методах воспитания, Ты Бог, Который приходишь, и Ты даешь Своё совершенство и Свою благодать. Боже, я молюсь о молодых людях сейчас, я молюсь о том, чтобы в их сердце было сильное желание служить Тебе, чтобы в их сердце было сильное желание посвятить Тебе все свои годы, годы жизни на этой земле, чтобы они хотели, имели эту ценность Твоего присутствия и Твоей благодати, чтобы они хотели принять, Господь, это от родителей, от старшего поколения. Боже, я знаю, что во многих случаях это духовные, духовные связи, духовные родители, которые передают духовным детям свои пути с Богом, как они ходили, и чудеса, и могущество, и славу, и присутствие Божие. Господи, пусть произойдет это в нашем собрании, в нашей церкви. Пусть будет этот момент передачи, эта синергия поколений между отцами и детьми, между матерями и детьми, Господи, между родителями и следующим поколением. Пусть произойдет это единство, единство в Духе, Господи, дай Твою благодать и соедини нас, соедини нас, Господи, чтобы мы могли служить Тебе, используя, Иисус, весь тот опыт, который Ты дал нам. Мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя. И весь народ да скажет Аминь. Я хочу сделать еще одну молитву, предложить еще одну молитву. Я хочу спросить, есть ли здесь есть мамы, которые воспитывают своих детей одни? Вот вы одни воспитываете детей, так сложилось в жизни, и вы все самое лучшее вкладываете. Конечно, вы делаете по силам и сверхсил. Прежде всего, хочу почтить вас, сказать, что Бог умножит ваш труд и ваши старания, сказать, что даже если не видны плоды сейчас, то вы не знаете, когда, в какой момент эти семена, которые вы сели, прорастут и дадут плод. Не отчаивайтесь, не опускайте своих рук. Пусть в действительности ваша вера будет твердой, потому что сказано, что тот, кто до конца, до конца претерпел, до конца был верен, тот получает награду. Не опустите ваших рук, даже если дети ваши не служат Богу сейчас. Верьте, Господь может в любой момент открыть их сердце, вернуть назад, а семена, которые вы сеяли, они прорастут и они вернут их снова, как блудного сына вернули слова и любовь отца. Он вернулся домой, домой вернулся к отцу. И у вас будут эти моменты. И во-вторых, я хочу, чтобы мы помолились о вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова